доброе утро делаю заготовки из мяты значит это у меня будет чай ферментированный и немного я оставлю а может быть еще не оставлю в общем не нужно еще сделать сухую приправу на зиму из мяты здесь немножко я добавила клевер то есть у меня здесь и цветущие и не цветущие и молоденькие кустики и уже те которые цели так вот клевер розовый клевер я его добавляю буквально чуть-чуть чай у меня идет как лечебный от простуд от головных болей я потом сниму отдельное видео какие я делаю чаи от болячек от разных и витаминные чаи и от головных болей от всего сейчас просто я вот покажу как я делаю я очень хорошо помыла мяту очень хорошо в нескольких водах не стала снимать как это делается но в большом количестве воды в тазу сейчас она мне стекла я не буду раскладывать вот нет полотенце я буду раскладывать ее чтоб она окончательно просохла вот таким образом буду раскладывать тонким слоем что можно сделать еще чтобы быстрее просохла беру еще полотенце одну вот так вот накрываю полотенце берем те которые не жалко конечно потому что и зелень останется если промокнете чуть сильнее чем надо обязательно останется зелень с той стороны поэтому берем то что не жалко у меня есть такие кухонные полотенца специальные которые идут вот на такие вещи потихонечку промокнем вода уйдет и на нижнее полотенце и на верхнее полотенце ну я думаю достаточно и теперь вот немножечко надо поворошить приподнять вода еще скатится и как бы вот будет воздух быстрее обсохнет это высохнет все быстренько ускоряем процесс теперь я оставлю часика на 2 подойду посмотрю что с ней будет часа через два это обсохла нижний слой немножко так вот повлажноватый теперь мне надо обобрать все листочки и сложу вот сюда вот в чашку то есть все такие вот самые нежные части растения вот эти стебли они не нужны они пойдут у меня для другого дела чашка листиков мяты и такие совсем молодые верхушки стебельки это я тоже права и вот основные жесткие стебли вот это вот у меня осталось плести я буду складывать пакет должно получиться два пакета буду надевать очень плотно и помещу в морозилку часа на два я одну руку снимаю 1 завязывать неудобно отправляю в холодильник и пусть лежит часть когда замораживается что у меня с мяты смотрите значит мяту я достала из холодильника листья мяты которые вот они и даже до сих пор вот видно они такие мягкие и скатала вот такие жгутики сложила их у меня тут еще лист малины также вот ферментировался но немножко по-другому на солнце его ферментировала мешке на балконе потом переложила вместе с малиной мяту и еще на сутки не меня вот так вот лежали в тазике под полотенцем сейчас я достану и порежу на некрупные такие колечки и поставим в духовку градусов на 60 70 не больше и я еще духовку приоткрываю чтобы не очень жарко было вот такими штучками я нарезала жгуты мяты надо сказать очень ароматные получаются уже после ферментации они очень ароматную и сейчас вот досушивать сюда вот добавила не слишком мелко порезала листья тоже ферментированные листья малины не хочу сделать такой вот совместный чай с малиной и мятой на зиму смотрю как получится такой я еще не делала делала отдельно было все по отдельности единственно в том году я делала сборный чай это иван чай и добавляла еще какие-то травы и честно говоря уже не помню то что каждый год экспериментируем особо не заостряю внимание ориентируюсь на то что вкусно или не вкусно не было вкусно но по моему тоже иван чай был с листьями малины и яблони хочу повторить этот подвиг вот сейчас опять ближайшее время потому что у нас дожди и лист иван чая надо собирать все-таки когда солнечно сейчас у нас дождь идет ну вот сейчас вот ставлю в духовку так и где-то а вот на 75 градусов пока поставлю нагреется потом приоткрою и сделаю поменьше до подсыхания до полного подсыхания по времени я даже не скажу сейчас максимально буду ставить на 100 минут а там посмотрим лист достаточно мокрый поэтому трудно сказать сколько он будет сохнуть окончательно высохла уже у меня мята и малина вот малина не совсем удачно у меня получилось то есть ферментации у меня как бы наверное я не додержала потому что малиновый лист все-таки рассыпается надо было побольше его подержать чтобы он так сказать вот стал более влажным что ли не получилось или я его может быть пересушила мята вот она мята получилась такая как настоящий хороший чай то есть упруги она не рассыпается она не крошится и вот вместе мята и малина это вот такой вот безумный какой-то аромат вот пахнет это вот что-то такое малиново-карамельные мяты практически не слышно почему-то запаха мяты не слышно а общий вот такой вот запах смешанный это вот что-то потрясающее сейчас закипит чайник заварю чай посмотрю какой цвет получился поставлю чтобы он настоялся немножечко минут пять и потом посмотрю какой цвет какой аромат хочу чтоб попала и малина мята я думаю так достаточно будет может даже много нет аромат необыкновенный даже вот сейчас когда просто заливаешь такой аромат прям сильнейший какой-то лесной лесной карамельный пока вот не очень видно что такая заварка насыщенная больше зеленоватая посмотрим пусть постоит но аромат слушайте это вообще потрясающе какой-то даже не ожидала что так будет что это дает или это малина дает или это все-таки дает мята даже не знаю не определю сложно сказать видимо вот совместное вот это сочетание малины и мят это вот такой аромат ну пусть настаивается пусть минутки три даже постоит я посмотрю что будет смотрите полминутки прошло листы малины расправляются раскручивается мята тоже раскручивается и вот прям темнее темнее чай на глазах прям такой насыщенный становится но я все-таки подожду три минуты и потом буду пробовать я специально насыпала не в заварник чтобы посмотреть вот стеклянную чашку весь процесс до конца пропущу это через сетечка и конечно буду уже без этих листьев их лохматушек пить прошло три минуты цвет вполне такой насыщенный ну конечно то чая вот этого мятного с малиной я перебухала чая мало получилось но зато вот такая заварка как может быть использовать как заварку да но я все-таки хочу попробовать чай вот с таким количеством травы сейчас я это перецыжу через сетечка пропущу и буду пробовать я на дно положу коричневый сахар чтобы все 33 удовольствия были вот так вот у меня заварки получилось но много не мало сейчас буду пробовать шикарный 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 просто цвет просто шикарный цвет так сейчас похорок размешаю но аромат потрясающий это я уже сразу скажу так этот чай мне уедет подарок увезу в италию попробую наш чай белорусский мятный с малиной там такого не купишь попробую да хороший человек хороший даже вот очень насыщенный вкус надо наверное даже было меньше травы этой класть а так принципе очень неплохо очень неплохо насыщенный и цвет хороший насыщенный и вкус хорошей ну буду знать теперь что надо класть гораздо меньше и даже не скажу что больше чувствуется я добавила коричневый сахар то есть не очень правильно сделала наверное но чувствуется и малина и мята вот на запах здесь трава не ощущается как бы как запах мяты я не чувствую а в чае чувствуется чая чувствуется прям хорошо обалденный конечно вкусный вот но терпковатый можно меньше было конечно травы класть ну все всем пока пока чай действительно вкусный делайте я думаю всем понравится